Открываем нашу традиционную 10-ю пресс-конференцию по случаю юбилейного 10-го международного фестиваля циркового искусства. Я представляю слово Дмитрию Евгеньевичу Иванову, генеральный директор Российской государственной цирковой компании. На самом деле я бесконечно счастлив быть сегодня здесь, в окружении своих друзей. Мне приятно, что впервые за многие годы приехали директора, и у нас сегодня присутствуют директора цирков из Перми, из Нижнего Новгорода, из Волгограда. Казань подтягивается. Я специально пригласил этих людей, для того, чтобы они ощутили фестивальную атмосферу и почувствовали вот этот дух, который может быть только во время проведения фестиваля. Дмитрий сказал, что мы здесь встретимся снова, он счастлив видеть всех своих друзей, и специально пригласил директора различных цирковных цирков, для всех нас, чтобы чувствовать атмосферу этого фестиваля, который может быть только на ПИНК, в интернешней еванее. Действительно, необычный фестиваль, юбилейный, и с этим связано, наверное, такое необычное выстраивание программы. Мы решили не делать фестиваль на конкурсной основе. Это не наш ноу-хау, мы позаимствовали, что мы не знаем, 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 что мы знаем. Это не наш ноу-хау, мы позаимствовали эту идею у выдающегося, крупнейшего фестиваля в Монте-Карло, 30-й, 40-й фестиваль проводился именно по этому принципу. Мы не инвестировали эту идею, мы взяли полные степи для большого фестиваля в мире, Монте-Карло, который создавал этот формат фестиваля на 30-40-летнем годах. Те артисты, которые приехали на 10-й фестиваль, они входят в топ-лист цирковых артистов мира. И мы взяли очень высокую ответственность, не только потому, что это большой фестиваль, мы пригласили старых выступлений, выступлений, которые в списке топ-листовых выступлений в мире. И я бесконечно благодарен членам жюри, почетным гостям, которые согласились, нашли возможность приехать к нам на фестиваль, поскольку их пребывание здесь, это статус нашего фестиваля, это его престиж, это его уровень. И позвольте мне с огромным удовольствием, с чувством огромной благодарности представить наших почетных гостей. Итак, режиссер, продюсер, автор многочисленных идей и более того, реализатор этих идей в части постановочных номеров, его авторские номера, занимали самые высокие призовые места на самых престижных фестивалях. Режиссер и мой большой друг Александр Геремаева. Большое любите жаловаться. Новое лицо на нашем фестивале, один из самых серьезных импресариев и продюсеров из Перу, Мария Тереза. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, директор Государственного училища циркового эстрадного искусства Валентина Михайловна Савина. Президент американской компании Firebirds Production Питер Дубинский. Я бы хотел сказать слова благодарности Петру, потому что при его непосредственном участии и очень высокой активности были подобраны номера предыдущих фестивалей. И он является одним из основных организаторов фестиваля в городе Ижевске. Спасибо, Петр Леонидович, спасибо огромное. Наш большой друг-друг фестиваля, и мы часто были в этом замечательном маленьком городе с удивительной атмосферой, где проводятся чудные совершенно фестивали, проживает небольшое количество людей, но с юга Франции приезжает, да не только с юга, со многих мест Франции съезжаются любители цирка, совершенно благодатное место, и артисты любят туда приезжать. Ну, уже, как бы по-русски сказали о хлебосольстве, о фуографстве. Просто, мы даже говорим, это некий такой гастрономический фестиваль, а не цирковой фестиваль. Вот, но на самом деле наш большой друг, президент фестиваля в городе Сан-Поль-Ли-Дакс, господин Брюно Лауэй. АПЛОДИСМЕНТЫ Вице-президент фестиваля Монте-Карло, фестиваль, на который мы все равняемся, и это является вершиной циркового Олимпа, вице-президент фестиваля господин Русспилс. АПЛОДИСМЕНТЫ У истоков нашего фестиваля, в организации, да и не только в организации фестиваля, но и в проведении программ, артисты этого цирка очень часто выступают, и были целые программы, отдельные номера. АПЛОДИСМЕНТЫ Также наш большой друг, завеситель генерального директора цирка Николь на Цветном бульваре, Александр Огурцов. Добрый вечер. Александр Огурцов. АПЛОДИСМЕНТЫ историками, познавателями этого жанра, и в течение многих лет к нам приезжает, да не только к нам, на все, фактически на многие фестивали в мире приезжает также наш большой друг Патрик Жайль. Он сам рассказал. Руководитель целого такого мощного циркового подразделения в Монголии, свидетелями их сегодняшнего успеха, я в этом уверен, он руководит монгольской труппой, господин Эрганемер Гуе. На моем посту сменил человек, который долгие годы работал и работает со мной, и, слава Богу, у нас установились между Российской государственной цирковой компанией и государственной циркой Монголии самые теплые взаимоотношения. Мы начали работать с независимыми, так называемыми независимыми цирками, или, скажем так, правильнее сказать, те цирки, которые не входят в состав компании Росгосцирк. Мэр Мукаев Хазбиль Саныч, прошу любить и жаловать. Спасибо вам большое. Вся организационная работа по этому фестивалю на Оргкомитете, который возглавляет Хазбиль Саныч. Спасибо вам большое. Я бы хотел представить народного артиста России, директора, художественного руководителя Екатеринбургского государственного цирка, председателя Совета директоров Российской государственной цирки. Сколько у вас регалий? Да. Анатолий Павлович Марчевский. Заслуженный работник культуры Удмургской республики, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, директор Казанского цирка Давир Михайлович Шарикуллин. Спасибо вам большое. Впервые к нам приехал директор Будапештского цирка, и мы бесконечно рады вас видеть. Думаю, что мы подружимся и будем сотрудничать. господин Питер Фигетер. Спасибо. И один из самых желанных гостей впервые в Ежеске, но безумно любящий цирк в свое время, многие-многие годы являлся ведущим программы «Мы любим цирк» в городе Екатеринбурге, но такого союзного распространения эта программа была. Помимо того, что «Спокойной ночи, малыши», это понятно, да? Народный артист России, лауреат премии Ленинского комсомола, мой большой друг Владимир Александрович Березин. Это я. Здравствуйте, Владимир Александрович. Я от имени народа, поскольку жюрить не надо, я представляю публику нашей страны. Большое спасибо. Спасибо. Коллеги, наверное, менее всего я вам интересен, хотя, может быть, и какой-то интерес представляю. Позадавайте вопросы почетным гостям, членам жюри прошлых периодов. Я думаю, что вам есть о чем расспросить, а им есть что рассказать вам. Прошу вас, активнее. Спасибо, Брест-конференция окончена. Пожалуйста. Ксения Чернова, сайт Сусанин не станет 50-й юбилейный фестиваль. Финальный? Ну что вы. Ну что вы. Мы только что вернулись от главы Удмуртской республики, Александр Васильевич Соловьев, договорились, что фестиваль был, есть и будет. Он будет продолжаться, тем более, что сейчас у меня есть дополнительные возможности помощи фестивалю, как в части организации, так и оказания финансовой поддержки. Поэтому будем продолжать. И мы уже начали готовиться к 11-му фестивалю. Я совсем недавно побывал в такой достаточно закрытом государстве. Я был в Румынии. Абсолютно не интегрированное в цирковое сообщество страна и бухарестские цирки. И там на удивление обнаружил, что есть замечательные румынские номера. И пригласил их уже на 11-й фестиваль. Поэтому будем продолжать, будем работать и фестивалю быть. Поэтому никаких сомнений не должно быть по поводу того, что фестиваль прекратит свое существование. Скажите, а сколько нынче было вообще заявок на участие в фестивале? И по какому принципу выбирали? Заявок на участие не было. Я еще раз вас адресую к началу нашего разговора. Дело в том, что мы уже выбирали. Мы выбирали золотых, серебряных и бронзовых лауреатов. И все вошли? Да. Нет, не все. Всех вместить невозможно. Но одни из самых лучших. Володя, узнай, пожалуйста, сколько медведей раздали. Всех. Хороший ответ. Спасибо. Я только продолжу на ваш вопрос. Мы сегодня говорили об этом, я повторюсь, ничего нового не скажу. Вы знаете, как бы самая популярная игра в спорте, да, это игра «Все звезды». Когда собираются, неважно в виде спорта, только самые лучшие. Вот этот фестиваль, это фестиваль всех звезд. Это отобрать только тех, кто будет только победителями. Самая лучшая, самая лучшая из разных стран. Это вы все увидели, но не жду. Почему принято решение те же номера представить, что уже были показывать? Мы объясняем, что это юбилейный фестиваль, и мы приглашаем лауреатов и победителей золота, серебро и бронзу, те, которые уже были. Вот здесь какой-то этап. 30, да. 20, 30, 40 лет фестивалю какого-то такого. Подводится этап определенный. Вот это 10-летний этап, который был здесь в течение 10 лет. И как он показывает, если кто видел, а кто не видел, увидит, что это наисовершеннейший этап данного фестиваля, именно мирового циркового искусства. Следующий вопрос. Алена Арбалетова, медиагруппы «Новое время», сайт коротфм.нет. Поскольку 10-летний юбилейный фестиваль, время проводить какие-то итоги и смотреть в будущее, я не могу не спросить, у вас быть Евгеньевич Мадачевым. За эти 10 лет наши юные растающие звездочки, я имею в виду воспитанники детской студии, есть ли у них какие-то подающие надежду юные артисты цирка? Каким-то образом, возможно, фестиваль повлиял на их камеру? Если есть подобные примеры, нам бы хотелось бы не узнать. Мне очень приятно, что на фестивалях в Монте-Карло, хотя он является профессиональным, это не New Generation, это фестиваль профессионалов, в течение нескольких лет принимали участие наши молодые юные артисты. Это и гимнасты на ремнях Даниил и София. Вот сейчас на 41-м фестивале номер «Богатырская сила» из города Ижевска, трио «Ижевс» так называемый. Мессия Пилс только что говорил на приеме у главы об этом и может это подтвердить. Понимаете, создать номер, тем более с детьми, это дело очень непростое, дело не одного года. Иногда бывает успех, а иногда надо подождать. Но тем не менее у нас сегодня 90 детей, на бесплатной основе обучается в нашем цирке и есть очень хорошие результаты. Они участвуют во многих спектаклях. Вы знаете, что в прошлом году 30 спектаклей, которые я поставил, спектакль «Золушка», они принимали участие. Это был совершенно замечательный, на мой взгляд, очень замечательный, такой сказочный спектакль. Каждый год студийцы отчетный концерт дают и занимаются с большим удовольствием. Я надеюсь на их большое-большое будущее. Я хотел бы, чтобы мессия Пилс прокомментировал впечатление об участии трио «Ижевс» на 41-м фестивале. Я хотел бы сказать, что для Удмуртской республики и для Ижевска очень важно, чтобы фестиваль продолжал свое существование. Не забудьте забыть, что цирк является единственным местом где вся семья, вместе с семьей, может, участвовать в представлении этого спектакля. Надо всегда помнить, что цирк практически единственный вид искусства в котором приходит вся семья. И я должен подчеркнуть, что за эти десять лет фестиваль набрал и имеет очень высокий уровень. Если бы была статистика в фестивале, то из года в год можно было бы отметить, подметить и подвести итог, как он показал, что фестиваль по восходящему республику на артистическом уровне. Я поздравляю всех тех, кто способствовал этому успеху. Прежде всего, господин Иванов, ensemble с господином Волковым, которые создали, развили фестиваль и довели до такого уровня, который сейчас имеет. Н режим у twelveьей категории. Мировой уровень, первой категории. Я искал велик и возможность быть здесь все десять лет. И наблюдать за развитием фестиваля. Теперь я молодой артист. В Монако мы имеем большой фестиваль, международный фестиваль церковного искусства Монакаро. И через неделю после большого фестиваля проходит, мы имеем большой фестиваль для молодых артистов, который называется «New Generation». И уже несколько раз, в последние 10 лет, мы могли приглашать молодые артисты, молодые дети, из студии «Экодусирка» в Ижефске, чтобы не только участвовать в наш фестиваль для молодых детей, «New Generation», но и в больших фестивалах. Мы имеем счастье приглашать на многие фестивали, уже не только на детский фестиваль «New Generation», но и на большой, на взрослый фестиваль, детей из Ижефской студии, из Ижефского цирка. Например, в этом году, на 41-м фестивале, который был в январе, который прошел в январе этого года, мы имели счастье пригласить ваших трех девочек шести и семи лет и название этого номера «Трио Ижефск». Мы их называли «Трио Ижефск». Таким образом, в вашем городе, в вашем фестивале «Трио Ижефске» будет перевернуть в целом в мире через фестиваль «Монте-Карло». И в таком времени, в вашем городе распространилось по миру благодаря фестивалю «Монте-Карло». И в таком времени, в котором есть развитие для этих молодых артистов, в таком времени, в котором есть очень хороший avenir для цирка. И этот факт подтверждает, что благодаря молодым артистам ваш фестиваль будет продолжаться и развиваться. Спасибо большое. Вот я думаю, что счастливый случай для Удмуртии, что появился Дмитрий Евгеньевич Иванов и Александр Иванович Молков. Не будь одного из них, ничего бы здесь не было. 100%. Сан Санычем не пришла бы идея. А Дмитрий Евгеньевич не пришла бы та поддержка, которая была сделана вашим президентом. Одну с первым президентом. Поэтому, я думаю, Удмуртии очень сильно повезло относительно цирковое искусство. Я не буду говорить о том, что республика прекрасно развивается. Но не было бы цирка город. Небольшой, не миллионы. Ну и куда ему до международного фестиваля? Не потянет. Но было два человека, которые потянули. И вытащили на самую высокую ступень мирового уровня. Конечно, Ижевск, и Монте-Карло. Относительно весовой категории разные. Ну, не важно, ни что куда. Но относительно цирка, они рядом. Да, это очень важно. Две люди пришли вместе. Мистер Иванов и Мистер Волков. Без их другого, это очень трудно для них сделать это. Мистер Иванов, он имеет идея, но Мистер Волков, который позволяет это сделать. И, конечно, Монте-Карло и Ижевск, они не в том же категории. Но на циркулях, как Мистер Пилл сказал, сейчас это топ-категория цирка в мире. В 30 лет я был на первом, и сейчас я не знаю. Как высоко поднялся профессионалин зрителя Удмуртия и Ижевска. Это профессиональный зритель, который очень тонко чувствует новшество, трюк, и поэтому не случайно уровень имеет, фестиваль имеет такой уровень. Он был здесь, от первого до 10-го фестиваля, и он был свидетельствующим, как увеличился уровень, не только выступления, но и выступления, как выступления сейчас профессиональны, в понимании этого фестиваля. Таким образом, конкуренция с успехом этого красивого фестиваля. Коллеги, спасибо большое. Я благодарю вас за участие в пресс-конференции, своих коллег тоже благодарю. У нас есть небольшая возможность пообщаться с артистами, ощутить атмосферу зала, наполнение этого зала, и приготовиться к общению с высшими образцами циркового искусства. Поверьте, сегодня получите колоссальное удовольствие. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.